Как в монастыре. Договорились. Два раза соль, три раза вода, четыре раза заквашивай. На кухне. Пекать мне. Ни одного слова не говорят. Перезвоню сейчас занят. Это надо научиться. Это житие святые, говорит Феодосия Пещерского. Князь Визислав говорит, когда я бываю у тебя, говорит, ем, говорит, у меня заморские повара, говорит, ну почему тебе это вкуснее? Вот я говорю, у тебя ссорятся. Ну да, а у нас этого нет. Вот и благословение. Ну, веселка, стукнув два-три раза. Все знают, что надо вести. Заворачивай, выливай. Это же не трудно. До десяти. Развещай десять позиций. Пошел. Ефесянам 6 глава, 5 стих. 5 стиха. Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом. Простоте сердца вашего, как Христу. Толкование. Так как и добродетель слуг способствует благоустройству дома, то и этой стороны он не оставляет без внимания. Но приступает к ней напоследок, потому что она и по достоинству своему есть последняя. Но с ними говорит не как с неразумными детьми, а как с совершенными, как это мы укажем впереди. Повинуйтесь же, говорит, господам по плоти, то есть временным. Сейчас же утешает их, указывая на то, что рабство временно и уничтожается вместе с плотью. Относительно жены просто сказал, да боится своего мужа. А здесь сильнее выражается, ибо трепет есть высшая степень страха. Ибо жена равна мужу и свободная, а рабы не равны. Хотя они и братья во кресте, но так как повелевает, чтобы и свободные подчинялись друг другу, даже жена мужу, то тем более рабы должны подчиняться господам. Ибо это не есть какое-либо унизительное дело, а напротив, высшее благородство, уметь смиряться и уступать ближнему. А так как многие из рабов боятся своих господ, не из распоряжения, но втайне коварствуют и злоумышляют против них, то присовокупляет в простоте сердца, устраняя злоумышление. Рассуждаем. Сестры, братья, братья, сестры. Рабство. Ну вот революционный лозунг-то против господ восстали, это же прямо противоречит. Когда против господ восстали революционеры, это же прямо противоречит Писанию. Так самый главный лозунг-то был какой? Мы не рабы, рабы не мы. Все учили этому. Было этот ликбез, и самая первая фраза, которую писали на всех досках и на бумагах, эту фразу и заставляли писать. Мы рабы, рабы не мы. Посмотрите все документальные фильмы, там непременно эта фраза будет. Вы увидите это на экранах. К чему призывали? Рабы чего? Вот давайте разберемся. К чему призывали? К какому рабству и к какому нерабству? А вот в наше время в рабство люди невольно попадают. Как относиться им к своему рабству? К этим господам, к которым они попали в рабство? Так, кто ответит? Отвечайте. Вот невольно попал в рабство. Татьяна Грязьминична, рассказывайте. Ну что, не бойтесь. Маша. Ну как он туда попал? Зачем туда попал? С этого надо начать. Настуждаем. Галя, есть у тебя на это? Вот попал в рабство человек сейчас. Рабство запрещено. Это делают через насилие. Но он попал. Факт случился. Где-то в стране, где это допускается, он является рабом. Что ему делать? Он верующий. Ну я так думаю, молиться об избавлении, конечно. Ну а как? Что значит рабство допускается? В какой стране допускается рабство? Ну где-то, вот сейчас мы читаем. Там в рабство взяли, там в рабство взяли. Ну по телевизору. Но ты говоришь, это было насильно. Насильно взяли. А рабом кто делается? И раньше насильно было. Одна страна, допустим, регион, воюй с другим регионом. Один регион побеждает другой регион. Берут рабы. В плен. В плен берут. И значит автоматически попадают в рабство. В Римской империи было рабство. Хотя в Римской империи была демократия. Но те государства, которые они завоевывали, они подданных брали себе в рабы. Это считалось нормально. Был свободный гражданин римский, был раб. Мы сейчас говорим о сегодняшнем времени. Не о тогда. Я считаю, что молиться об избавлении от рабства нам не запрещено. Во-первых, во-вторых, нужно еще благовестовать. Возможно, твой рабовладелец обратится и тебя самого отпустит. Но при этом, конечно, бучу никакую не поднимать, наверное, так. Ну, я хочу возразить насчет молиться об избавлении не запрещено. В Писании сказано так. В каком звании призван, в том и оставайся. Призваны ли вы рабом, оставайся рабом, но лучшим воспользуйся. Что значит лучшим воспользуйся? Это не значит, что был рабом, а стал господином. Это не лучше. Лучшим воспользуйся... Ой, дай Бог памяти. То есть мы рабы по плоти, но мы свободны во Христе. То есть вот этой свободой надо дорожить. Свободны от греха. А то, что мы по плоти подчиняемся, ну, мы это должны со смирением принимать. Ну, попал в рабство, ну, взяли твой народ в плен. Ну, что теперь, убивать их теперь? И в плену были у египтян, но они молились Богу, и Господь послал избавление. Это народ Божий был в рабстве. И Богом же он в это рабство и направлен был для чего? Ты, по-моему, меня, Сережа, не услышал. Я повторю еще раз свое одно предложение. Я сказала, при этом бучу не поднимать, не возмущаться против своего рабовладельца. Но молиться, я по-прежнему, считаю, нам не запрещено. Об избавлении от рабства, тем более взяли насильно. У нас, смотря какие что обстоятельства, что с этим рабом теперь делают, только работает он там, или, может быть, над ним еще издеваются, как-то и насилуют, что-то еще подобное. Рабство это тоже, знаешь? И ты сейчас так говоришь легко, потому что ты это не пережил. А так вот сидя здесь на лавочке говорить очень просто. А кто еще, кроме Сергея? Сергей, ты уже говорил. Ты, возможно, не будешь молиться об избавлении от рабства. Я буду молиться. Виктор Андреевич. Ну, более всего, я хочу сказать о том, что мы должны благодарить Бога за все. И за то, что случилось, что оказался я рабом, это трудно. Это не всегда легко, правильно сестра говорит. Это далеко, непросто. Поблагодарить Бога за то, что ты оказался рабом, за то, что ты оказался на больничной койке, за то, что у тебя диагноз лимфома. И тебе назначили страшное химиотерапевтическое лечение, химиотерапию и лучевую терапию. За это благодарить Бога нужно. И за все благодарить Бога нужно. И за то, что оказался на рабстве. То я вполне согласен с сестрой о том, что мы можем молиться дальше, поблагодарив Бога за то, что оказался таким. Как мы молимся о том, чтобы Господь избавил нас от этой болезни. Чтобы можно было дальше благовестовать и с большей энергии вести людям проповедь Слова Божия. Так же и здесь об избавлении от этого рабства. Если это рабство угнетает, и если ты каждый день испытываешь насилие, и тебя приводит в нечто нечеловеческое существо, то, конечно, от этого можно и нужно просить у Бога, чтобы это было избавление. А потом опять благодарить Бога об этом избавлении. То есть, то, что я изначально сказал, что во времена послереволюционные, лозунг это был призыв «Мы не рабы, рабы не мы», то есть, конечно, там имелось в виду, что вот мы отвергаем рабство Божие. То есть, мы не рабы Божие. Тогда мы становимся рабами чьими? Греха. Вообще мы должны быть рабами. Изначально все мы должны быть рабами. Я считаю так. Если ты не раб Божий, то ты раб тогда противоположника Божия. Тогда ты раб греха. Тогда ты раб юбки, раб в 100 грамм, раб еще чего угодно. Раб опиома какого-нибудь. Все равно рабство будет. Либо ты раб Божий, тогда ты свободен от греха и становишься рабом Божьим. Тогда ты становишься рабом благочестия, рабом Слова Божия. Вот я так считаю. Рабство, оно не признавалось, что вот лучшим воспользуйся, там есть два объяснения. Одно, конечно, такое теоретическое, как сказал Сергей, но это же полезно вроде бы, как рабство, это для смирения. Есть такое объяснение этого места. Лучшим воспользуйся, то есть так и останься в рабстве. А есть другое объяснение. Лучшим воспользуйся, то есть не будь рабом. Именно по плоти речь идет не будь рабом. Но давайте вспомним Ветхий Завет. В каком статусе было рабство? Одно государство захватывает другое. Евреи находятся под игом другого государства. И что, они радуются этому? Они стонут, они хотят освободиться от рабства вавилонян. В конечном итоге, когда они выходят из египетского рабства, они что? Они выходят из египетского рабства, это радость. Они выходят из вавилонского рабства, это радость. То есть выход из рабства, это всегда было радостью. И я сейчас не могу точно сказать, но раз в семь лет в Израиле, по закону Моисеева, отпускали всех рабов. Или всех, или какую-то часть рабов отпускали. Раз в семь лет. То есть рабство не считалось таким нормальным явлением. Это был закон. Это был, да, то есть все-таки изначально нормальное состояние это свобода человека. Это быть свободным именно по плоти. Но при определенных обстоятельствах человек мог попасть в рабство. Например, как появилось рабство в Египте? Благодаря, ну как я изучал священное писание, благодаря Иосифу. 7 лет было голода, Иосиф перед этим накопил очень много питания, зерна в хранилищах. И вот люди начали продавать вначале свое имущество, а потом уже нечего продавать. Они начали продавать себя в рабство фараону, то есть свою жизнь продавать. То есть и в Египте, оказывается, было много свободных людей. Но так как нечем платить, они заплатили собой. Да, мы будем живы, но мы будем в рабстве. Все. И рабство появилось законное. Все. Но у евреев был обратный ход, а у египтян этого не было. Чтобы освободиться от рабства в Египте, евреям пришлось просто там совершить вот такую божественную революцию, я бы сказал так. С помощью Божьей выйти из Израиля. Ну и поэтому оправдывать рабство... Из Египта. Из Египта. То есть оправдывать рабство и говорить это нормально мы не можем. Потому что и на странице в Библии рабство это всегда считалось угнетением. Это ненормальным явлением считалось. Но это по блоте, да. По блоте. Оно никогда не считалось. Но так как оно было, с этим надо было считаться. С этим надо было считаться. А тем более апостол Павел, или когда мы читаем послание апостола Павла, оно было написано в разгар Римской империи. Это железная пята. Там рабство было как, ну здравствуйте, это нормальное социальное явление. И апостол Павел не призывал к революции и говорил, вот давайте свергайте своих рабов. Нет. Он понимал, что это социальная среда, это государство. И в этом государстве христиане должны жить, спасаться и умирать достойно. И он предлагает такой рецепт. И мы не должны путать современное время, когда у нас вообще официального рабства нету. Я просто не знаю такой страны, в Организации Объединенных Наций, где было узаконено бы рабство. Нету такой страны. Может быть она где-то есть, неофициальная. Но при этом существует рабство. Мы читаем. И вот если, допустим, человек попал в рабство невольно, как ему себя вести, вот об этом мы говорим. Сереж, вот такое мнение, да? Что существует рабство тех времен, и рабство современное. Это разные рабства. Кто еще хочет? Ничем оно отличается. Рабство того времени и рабство нынешнее. Рабство нынешнее рабство. Когда по плоти унижали в прошлые века, в прошлые тысячелетия, так и сейчас унижали. Еще может быть более изощренно. Отличия вот сейчас скажут. Я про отличие ничего не могу сказать. Мы когда-то уже эту тему не один раз даже обсуждали. И нам Игорь Дубунов хорошо-хорошо показывал, что рабство трех видов. Ну, я сейчас хочу сказать о том, что вот Ветхий Завет приводите. Ну, это же ведь был прообраз будущего. Теперь-то апостол Павел говорит о рабстве не греху. Вот у Галии вопрос-то прозвучал конкретно, действительно о рабстве. Но мы-то христиане не об этом рабстве говорим-то. Мы говорим о рабстве греху. И апостол Павел дальше в послании к римлянам, он говорит, называет впервые, что это рабство праведности. Мы-то становимся рабами праведности, христиане. То есть мы рабы уже праведности. И поэтому рабство греху мы оставляем. Я уже, если я была рабой косметики, то теперь я ее выбросил. У меня ее нету. Я теперь раба праведности. Это и... А если, ну... Повторение уже идет... А если вот, например, мы верующие, христианин попал в рабство, христианин, но он и должен себя вести и в рабстве, как христианин. Он и там должен вести себя так же, как христианин. А если он за это пострадает, ну тогда он мученик становится. Сестра подняла два вопроса. Рабство вообще, как рабство духовное и рабство телесное. Здесь мы разбираем рабство телесное и плавненько перешли на рабство духовное. Ну, я как раз об этом и хотел сказать, что здесь апостол Павел говорит именно о рабстве плотском, что они должны подчиняться своим рабам, подчиняться как бы духовно, но будучи рабами в раблоте. Так, сестра. Все, да? Ну, разобрали. Переходим дальше. Лефицианам 6 глава 6 стих. Игнатих, вы хотели что-то? Да. Да можно сказать. Рабы не мы. Ударение ставится теперь другая. Рабы не мы. Молчаливые. Вот есть выставили ролик сейчас. Я обратился, не знаю, кто, откликнется, нет. Называется «Зона молчания». В «Зона молчания» интервью берут личная секретарша Гитлера. Я давно искал, вчера только нашел этот ролик. И она жива в 2002-м только году умерла. Она была девчонкой. И когда взрыв был у нее 20 июля 44-го года, она была рядом. Только в другом помещении там. Все, и она говорит, и видно, что она выглядела красиво. Даже теперь в таком возрасте она, ну видно, и речь до того у нее четкая, легко переводить. Я даже все забыл и только что понял. Настолько она... Так вот, «Зона молчания». Нигде ни с кем нельзя разговаривать было. И в советской власти то же самое. Теперь о рабстве. У Авраама было 318 травов. Где он завоевывал их? Нигде не завоевывал. Не рождались от раба, раба. А в рабстве, допустим, брался бы человек, должен что-то. Ну, платить нечем. На 7 лет. Рабом. Вот он познакомился. А она рабыня. Кончилось ему срок уходить. Развод, он любит ее. Хозяину говорит, я до того полюбил. Ну все, тогда ты будешь рабом. Подводит его в косяку и шилом прокручивает ему ухо. Да у нас у всех уши-то издырявлены сейчас. Посмотрите, если. И вот теперь он раб. Ее на свободу он не может выкупить. За деньги, если бы были деньги. Там он кого? Сам должник был. Теперь 7 лет кончилось, ему свобода пришла. А он здесь. Ему уши дыряют. И теперь дети рождаются. Внуки, правнуки, все рабы. И они... А кто? Да Пантелеймон дед был. Вот придумал. Любил нашу тетку Агафью. Это бабку-то Агафью. Это из-за нее мы все рабы. Все рабы. Его никто благословить не может. Он думать об этом должен был. Доставил и все. Нееме и Ездры раздумали, развод сделали. По всей стране развод сделали. Отправили жен языческих. Потому что сыновья говорят наполовину по-арамельски. Половина... Ну знаете эту историю. Вторая книга Ездры подробно говорит. Теперь о рабстве. Сегодня буссируется эта тема. Так называемое родноверство, язычество. Нео-язычество. И считай это такая большая беда на Россию идет. Я совершенно так не считаю. Ничего нет. Это все уже разгромлено. Сатане палку только покажи. И они вот у вас рабы. А у нас в книгах Велеса не написано, что мы рабы. А мы не рабы. Никаких книг Велеса, во-первых, нет. Это все подделка сегодняшняя. Притом я все вспоминаю. Еврейские штучки. Кинофильм 12 Михалкова говорит. Еврейские штучки. Они запустили это. Вы ненавидите евреев. И они поставили это в основу. Но попутно повернули христианская вера. Евреевская. Они сейчас добыт христиан. А про евреев и забыли. Это даже не такая уже многоходовая компания. Их туда идут. Они уверят там что истукану, дереву, вету. В каждом месте. Сегодня язычество, от которого отошел князь Владимир, как бы отошел. Это сегодня просто активно развивается. А мы не рабы. И вот мне задают молодые люди. Они там вроде с чем-то связаны православные. А как им доказать, что мы не рабы? Писание они не признают. Значит, Библия не играет никакой роли. Но у нас написано, Христос говорит. Я не называю вас рабами, называю друзьями. Ну ты сказал, что они поверят. Они во Христа не верят. Жидовского учителя нашли. Они все равно жидовские. Все на этом. Что ты приводишь? Где надо приводить Писание, не приводите. А где не признают, вы его давите. Что говорит-то? Ты ему скажи по сути дела. Вы рабы? Да, мы рабы. Апостол Павел, это наш учитель. И он начинает послание к риму. Раб Иисуса Христа. Иуда пишет. Раб Иисуса Христа. Яков пишет. И Петр пишет. Все послания начинаются с того, что они себя называют рабами. А ты хотел доказать, что ты не раб? То есть ты не имеешь отношения к Иоаке, к Иакову, апостолу. Ты понимаешь, что ты хочешь наказывать-то? Рабы. А он такой, я просто рабочий. Нет, раб очи, очи. Так кто? Очи наш, тучи на небесах. А очи наш, тучи на земле, в преисподней. Чей ты раб? Апостол Павел говорит. Будущее свободное от праведности. Рабы греха. Вы рабы греха. А главное тело-то смертное. Мы предпочтение отдаем духовному. И мы свободны во Христе. Я легко расстаюсь с этим. Внутренний дух. Все мне говорит, надо вот это. Я читаю Евангелие, говорит, не так, а вот так. И все. Я свободен. Свободно выбираю. Иду за тобой. Вот им нужно это доказать. И вы рабы. Рабы тления. Все мы, будущие рабы тления, обещают свободу, Петр говорит. Ну ты от тления можешь избавиться от смерти? Нет. Ну ты раб. Ну я, кто не видел, я просто советую посмотреть. Маленький отрывок. Зарядите. Мастер Маргарита, где Валант разговаривает о смерти. Двое сидят, разговаривают. А там бриллиоз тонут. И вот понимаешь, не было никакого Христа. Он проходит мимо, такая фигура у него. И говорит с акцентом, как с немецким. Я слышал, вы говорили, что его нету. Да, мы говорили. Поздравляю. За что же его поздравлять? Там, я не знаю, кто он, какой-то артист такой. Галкин или кто там был, кажется, да. Что же вас, Зад? Что, вот вы так что не верите? Ну доказательства есть, говорит, пять. Ну, Кант, говорит, пять опровергла. Это свой шестой выстоял. Я ему тогда говорил, это сто лет назад было. Не то ты делаешь, старик, а не только у него. Сто лет назад он разговаривал с Кантом. Да. Но я говорил, так ему сослать бы его в ГУЛАГ. Вот точно, я тоже говорил, сослать надо бы. Но он сослал намного дальше. И оттуда возврата ему нету. Он прямо говорит уже открытым текстом. А они еще ничего не понимают. Ну вот, допустим, человек собрался ехать в Кисловодск. Он как раз и собрался. Ну, он-то знает его, говорит. И вот, ни с того, ни с сего, теперь споткнулся и по трамваю голову отрезала. Глаза такие на него. Скажите, он сам собой управился? Кто управляет человеком? Сам. Это он сам себя управил туда. Чтобы управлять самим собой, по крайней мере, нужно иметь план будущего. Ну, на небольшой срок, ну, мало-мальский, хотя бы на тысячу лет. Они опять на него такие глаза. Он говорит правду, он сатана. И только отошел один, это он шпион, он уже знает, что. Возвращается, простите, я паспорт не показал, показывает им. А кто вы профессор? Я чернокнижник. Я единственный в Европе, который может разгадать там какого-то нашего чернокнижника. Я разгадываю только. Могу в подписи его, ну, шрифта разгадать. Это все для христиан это находка. Он имел связь с сатаной, Михаил Булгаков. Он сатанист был. Но здесь он пришел прямо. Ну, а как доказать, что Христос был? Это же доказано, что его не было. Он сразу же суровеет так. И доказывать не надо. Глаза подвел только колоннада, пилат, красным подбоем плащ, шаркающий, кавалерийской походкой выходит и говорит Христа, которого казнит он. И показывает, как Христос, как пилат идет. И все. Доказывать не надо. Это все уже известно. Сатане не надо доказывать. Это вам надо доказывать пустогрехом. Вы рабы. Они рабы, рабы вечной тьмы. А мы рабы света. Почему как? Ну, в винограднике работает кто? Рабу он нас нанял и работает до вечера. И выполняете. С какого времени? Меня призвал Господь, допустим, в 10-м, сейчас в 11-м. Ну, бубу, когда. Разный возраст такой месяц. И вот это все надо приложить к неоязычникам, которые сейчас здесь, а там выступает Андрей Ткачев и говорит, такая беда. Я никакой беды от них не вижу. Это мотыльок крылышками взмахнул и сгорел на огне. Там нечего доказывать. Обыкновенный разврат. Вот сейчас, знаете как, самосовершенствование личности. Открылась школа. И там его фамилия Веснин. Он такой робкий был в школе везде. Здесь открылась. Что? Свобода. Почему? Неженатые все. Когда накрыли 800 человек уже у него в общем. 800. Не 250. И все женщины, чтобы раздетые могли быть мужчины. И даже кто, с чем хочется, совокупляется. Свобода. Она была робка. А теперь она такая расхристанная, свободная, с любым мужиком ложится. И у него тут же все это сфотографировано. Все показывает. Она с собой дочку привела. Дочь несовершеннолетняя. И вот, пожалуйста. Раскрытие личности. В чем? В рабстве греху. А у другого в наркотиках. Рабы. Свободные, поистине, в духовном плане, только христиане. Где бы взрывы не были. Все это тротил, все это мусульмане. Все это... Где ни возьми везде. Ну, не христиане, не буддисты же взрывают-то. Подробно об этом Андрей Кураев пишет-то. Где ни возьми. В самом основании мусульманства уже там, говорит, тротил, гексоген лежит, говорит, под подушкой. Под подушкой, под головой. Мы свободны. Я могу этот путь избрать. Если бы раньше я был не христианин, я бы пристал к ним, к мусульманам. Насколько все четко, ясно, выверено. А здесь каша, кисель, ничего нет. Но здесь Христос. И здесь я могу говорить о подлинной свободе во Христе. О благовестии, о жизни его со Христом. Вот это нужно знать. И так легко доказывать. Писание ему никакой роли не играет. Вот теперь, скажи, рабился из-за девушки, из-за женщины. Ты станешь рабом, нет? А ведь она отдает себя. Вышла за тебя замуж-то. Зато он говорит, вышла замуж, превратись в камень. Чтобы ни одного слова не было слышно. Учить жене не позволяй, не властвовать над мужем. Все, христиане, вступите в этот закон. И все, ни одного подкаблучника не будет. А ему нравится, она вздумала так. Я вздумала, к мамке поеду, поеду. И все, она никого не слушает, ничего, не обузанная кобылица. И что дальше будет? Ад, там ничего не будет. Никакие епископы, никто, брак не могут разрушить. А сколько таких сегодня в мире? Конца края нету. А почему страха Божия нету? Потому что они не рабы Христовы. Они измыслили себе дух свободы. Свободны от праведности. Вытворяют, что хотят. И вот отсюда получается. А он что? А пусть он тогда едет сюда. Если ты один раз уступил и пропал. Тебе уже в ухо продырявили. Ты уже у косяка стоишь. Все, кончилось. Нету мужика. А где нет головы, там тело умерло. То есть она отсекает ему голову. А что? Вышла туда, назад хода тебе нету. Запомни это. А тут начинает помогать. Даже он против. А помогает. Деньги дает. И вот провожает. Это русские человеки. Мусульмане ни один этого не делают. Этого не было за 1600 лет. На 2 миллиарда мусульман ни одного такого не было. И ни одна мусульманка на это не пойдет. Она знает. Сейчас только три раза прокричал. Я развожу, чтобы сосед скрикнул. Я слышу. Все. В дом она уже не входит. Должна выйти на улицу. Единственное, что ее пока спасает, пока беременная. Родит. Сына до двух лет кормит. И уходит, оставляет. До свидания. И она знает, как надо вести себя. А у нас-то ничего этого не знают. Она какая была, такая была. Ты познакомься сначала с матерью. Немножко хотя бы. А она прожила в прихоти своей. Теперь она рабыня врага. И ты хочешь по ней быть. По крайней мере один спасаешься, пока ты ей не подчиняешься. Но многие ли у нас мужики на это пойдут? Я спрашиваю, вчера заходит, скажи. Я говорю, а ты не подкаблочник? Потеряевку собирается приехать. И на следующий день я 10, а не 11. Приезжаю посмотреть, как будет-то. Они мне понравились. Но я вот уже вопрос задал. Ты мужик не подкаблочник? Бага-то больше тебя говорит. Нет. У меня были такие тоже в Потеряевку. Там, это сколько таких было-то? Ну, видно, что она командует. Батюшка посмотрел, так она командует им. Ничего не будет. У нас это не пройдет. У нас были такие, которые, что они командовались. Потеряевки все выехали. Потому что мы ее на любом шагу. Ты что делаешь? Зачем ты мужа унижаешь? Он тебе сказал, нет, и все на этом кончено. Садись ей в тряпочку. Не звука. Ты готова, если вы выйдете замуж? Смирение. Смирения нет, сиди одна. Гибнешь пока одна. Понял? Вот она, раба. Теперь она делается рабой его. Она свободная все, но она как раба. Превратись в камень. Не звука. Как интересно. Мы знаем о том, что душа и тело нечетко взаимосвязаны между собой, пронизывают друг друга. И вот тот же лозунг, мы рабы, рабы не мы. Это как бы духовно, да, произносилось. А на самом деле, сколько плоти пошло в этот самый гулаг? Сто миллионов. Больше ста миллионов. Это что, это уже по плоти? Рабы? Еще какие рабы? Вообще разговор о рабстве. Иерархия человека. То есть, когда один старший, один младший. Но это тоже как бы форма рабства. Но дело в том, что Господь это говорит именно христианам. Не надо путать, что заповеди даются именно христианам. В отношении мужа и жены, допустим, девушка хочет выйти замуж. Она должна понять, либо она во Христе хочет выйти замуж, либо вне Христа. И вот если во Христе, то такие правила, если так, то другие правила. То есть, надо понимать, что это избирается добровольное рабство, иными словами. Добровольно, вот она замуж уходит. А рабство, как таковое, это не добровольный процесс. Он не хотел быть рабом, он хотел быть свободным, но по плоти. И тут его за шкирку, в мешок, и вот, пожалуйста, ты раб. Как тебе себя вести? Здесь рабство совершенно как бы разное немножечко. Даже не немножечко, а достаточно разное рабство. К косяку-то он добровольно подошел. Но это когда влюбился. А если не влюбился бы? Ну это другой вопрос. А другой родился в этом. Авраама 318. Сколько у его было? Он родился в этом. Сколько у Давида было? Рабство не считалось ненормальным. Это самое нормальное, самое продуктивное строй не социалистический, арабский. Как рабовладельческий строй был в Германии, и все, теперь этот зиг, представь, все эти сооружения строят, как и сегодня никто не может сделать. Работают лопатами. Смотри, как комсомольцы работали. Вопрос ради чего? Ради идеи или ради личности? Вот смотрите, книгу вспоминаю Бесы Достоевского. Там революционеры сидят, обсуждают. Один там выступает. Не называю имена, я не помню даже. Просто вот сейчас всплыло в голове. Один говорит, да будем равны, все будет распределяться. А один такой, все выслушали, хорошая теория. Один поднял руку, а я вот что-то не понял. А кто будет распределять? Кто? А тот, который выступал, да, я что-то еще не подумал. Кто будет распределять? Вот вопрос. И вот когда вопрос эти всеравные начнут решать, вот тут начнется смертный бой. Всеравные начнут биться вот за это лидерство. И оно, наверное, всегда продолжается. То есть кто решил, кто раб, а кто свободный? Кто решил, кто будет управлять, а кто не будет управлять? Человек скажет, я не хочу быть рабом. Он родился в рабстве, но он говорит, я рабом не хочу, я буду подготавливать революцию. Все делать, чтобы сместить существующий строй. Правильно он делает или неправильно? А тот, который родился в сыновстве, он скажет, а что мне? Мне и так нормально. Тут ты как раз и подходишь к той мысли, о которой ты уже озвучил только что. Что иерархия, она изначально Богом установлена. И против этого никак, никуда не покрешь, что называется. Все, считаю. Дальше, шестая глава. Шестая глава, шестой стих. Речь идет о подчинении рабов господам, христианских рабов. Не с видимую только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христова, исполняя волю Божью от души. Толкование. То есть, не только в присутствии перед глазами господ, но и в отсутствии. Так, служите им. А я вот на палочке на этой руке. Ну, конечно, так лучше. Служите им. Человекоугодник не служит Христу, как и в другом месте говорит. Если бы я поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Галатам 1.10. Так как можно служить в простоте сердца, искренне, но не со всей силой, исполняя только какое-нибудь определенное дело, то поэтому присовкупляет теперь от души, то есть от всей силы и готовности, даже с усердием. То есть со всей преданностью и охотой, а не по принуждению. В таком случае и низость рабства устраняется, если рабы добровольно совершают доброе и не дожидаются принуждений и побоев. Волю же Божьей называет или подчинение, ибо этого желает Бог, то есть благого порядка. Или же говорит, в том повинуйтесь рабы своим, господам, чего желает Бог. Ибо может случиться, что и относительно детей сказано, господа побуждает их к чему-нибудь, постыдному или к нечестию, а это не есть божественная воля. Сразу говорю, поднимая руку первой. Вот видим, на что обратить внимание, что и господа должны своих рабов призывать к благочестию. Если показывают Римскую империю, как документальные фильмы, как принуждали рабов заниматься блудом и прочие дела, так ты что, должен подчиняться тогда своему господину в этом? Нет. Так здесь господин должен господствовать, как настоящий господин, и побуждать его в добродетели. Но речь-то идет о господине христианине? Нет, здесь речь как раз о господине не о христиане. Это потом будет речь вестись, как господа христиане должны относиться с рабами. А здесь речь идет просто о рабах, которые должны, о рабах христианах, которые относиться должны ко всем господам, не обязательно христианам. Но как можно говорить должны, если он не христианин? Он ничего не должен, он сам себе должен только. Он Христу не должен, ничего. Поэтому как мы можем говорить ему, что он должен поступать с рабами вот так или иначе? Тут написано, смотрите, не с видимой только услуженностью, но как человекодники, как рабы Христовы, исполняя волю Божию. То есть рабы должны исполнять волю Божию от души. А если господин призывает к греху тебя, раба, то ты уже не исполняешь волю Божию. Ты тоже прочитай. Толкование? Толкование. А толкование прочитал? Рассуждаем. 6 глава, 7 стих. Служа с усердием, как Господу, а не как человекоугодникам. Ну это привезет к христианам, рабам, к христианам. Как они должны относиться к своим господам. А здесь какая-то фраза была о том, что вот господа должны как-то делать. Но если он не христианин, ну как ты ему скажешь, ты должен вот так делать? Он по своему разумению, по своему разумению христианскому и поступает своим рабом, так или иначе. Прочитай, господа должны. Хорошо, сейчас прочитаю. Что в Писании написано людям-то, верующим? Олег Стеняев говорит, давайте так, написано, если иудей, это верующий, язычник, это не верующий. А вся Библия, она же написана людям-то, верующим. Вот они, люди-то, верующие. Бывает, что господа, вот тут я сокращаю место, бывает, господа побуждают их, то есть рабов, к чему-нибудь постыдному или к нечестию, а это не есть божественная воля. Соответственно, подчиняться в этом нельзя. Понятно, что христиане должны разуметь. То есть, если идет такой, скажем так, порядок экономический, так, экономический, то есть телесный, когда человек надо идти на работу, заработал, получил свою долю, это одно рабство. Когда уже там грех начинается, это уже туда не надо идти. Шестая глава, седьмой стих прочитали. Служа с усердием, как Господу, а не как человеком. Ибо сам Бог принимает благорасположенность по отношению к господам, так как Он же и установил этот добрый порядок, и не служащие, не служащие им, как следует, противиться божественному закону. Хочу сказать, дело в том, что мне вообще сложно именно о рабстве говорить, потому что с детства я рос в коммунистической стране и в семье. И с детства я был не просто коммунистически настроенным мальчиком, но я был пионер и пионером, и лидером пионерской ячейки. И, в общем, я верил в идеи коммунизма. Вот лично я верил. Для меня все было плохое, все, что не коммунистическое. Ну так меня научили, и когда мне говорили, что, смотри, все равенства, для меня был Владимир Ильич Ленин этот чуть ли не святой, ну и так далее. То есть все это для меня было искренне. И, конечно, вы представьте, сколько я знал о рабстве. Рабство это плохо. И вот сейчас, чтобы это все перемолоть, и говорили, вот христианство это создано для того, чтобы управлять людьми, толпой, создано богатыми, чтобы управлять бедными. Религия опиум для народа. Религия опиум для народа. Я на этом воспитывался, и я верил, что вот как раз вот эти слова бы я приводил, будучи коммунистом, в подтверждение того, что, а, вот видите, христиане, вы заставляете все-таки людей подчиняться. Вот, вы заставляете поддерживать вот этот феодально-царский режим. Ну, тут по-другому надо рассматривать. Тут все столько грани, братья и сестры, что, не знаю, я даже... Нет, у меня осталось остатки христианин. Я христианин, в любом случае. Что остатки? Никаких остатков не осталось. Ну, слава богу. Я просто говорю, что вот сейчас наплывают столько мыслей и воспоминаний, что вот как унижался вообще царизм, унижалось христианство. Мы писали вот эти стены газеты, вот это все дело против христианства. Ну, там даже не против христианства, а против вообще суеверия мы это делали. А когда я уверовал, я понял, что вот то, что мы изучали о вере, понятие о вере, наше средство бред был. Мы даже не знали веру-то истинную христианскую. Мы не знали Христа, мы не знали учения Христова. И вот это рабство тоже понятие относительное. Сейчас, знаете, я бы вам лекцию прочитал, что рабство это плохо, и надо быть просто революционером настоящим. Но я не хочу этого делать. Потому что нас воспитывали так. Так что рассуждайте, братья и сестры. Знаю, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал рабри или свободной. Толкование. Так как, вероятно, многие из Господ, эллины или неверующие, не делали никакого добра по отношению к рабам, которые хорошо им служили, то говорит, если не получишь награды от Господина по плоти, то примешь ее от Господа всех. И здесь показал, что говорит с ними, как с совершенными, а не как с детьми. Ибо детям он указал на земное долголетие, а этим указал на будущее. Вот если к рабу плохо относятся. Что имеете в виду, детям указал на земное долголетие? Ну, это когда заповедь с обетованием, что если ты будешь послушан родителям, то будешь долго жить, то есть ты будешь здоровый, сильный, ну как, не сильный, будешь долго жить, в общем, долгожителем ты будешь. А что еще надо человеку жить, долго и счастливо? И это обещает Господь детям. Да, болеть ты уже не будешь, потому что ты будешь долго жить. Вот, потому что ты будешь послушным, и не будешь болеть. Ты будешь послушным родителям, и будешь всю жизнь болеть, да? Нет, ты будешь долголетен, написано. Долголетен, и будет, нет, написано так, и будет тебе благо, то есть тебе будет хорошо, и будешь долголетен на земле, то есть ты будешь жить долго и счастливо, иными словами, переводя на такой литературный русский язык, ты будешь жить долго и счастливо. Ну, а что еще надо ребенку? Вот и все. А с рабами тут по-другому немножко написано. Знаешь, что каждый получит от Господа по мере добра, который он сделал, раб ли или свободный. То есть ты в будущем получишь награду, а не в этой жизни. Нет, ну здесь не утверждается, что говорится о том, что если ты не получишь здесь награду, то получишь там, может быть, что и здесь, и там. Шестая глава, девятый стих. И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость. Здесь господа христиане, конечно. Конечно же. Зная, что и над вами самими, и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия. Так же толкование. Слово так же, как? Служите охотно, и не как человеку угодники, но со страхом и трепенным, то есть в отношении к Богу. Ну, то есть послание-то было адресовано не к не, вообще... Не к миру. Это к христианам. Не к миру, да, а к христианам. И там были господа и рабы. К христианскому общению, в которой были и рабы, и господа одновременно. Ну, вспоминайте фильм «Каман Гридеши» Дан. Взяли, у нас, говорит, в нашем семье нет рабов. Там был один римский, не патрици, он был полководец, на пенсии. Абл, да, он был. Вот, и у него девушка Лигия была. Она была не пленница даже, а заложница какого-то царя. И, говорит, в нашем доме нет рабов. И даже Урус, который был ее помощником, он не был рабом. У нас, говорит, все свободные. То есть, каким-то образом они сделали, что все свободные. Но при всем при этом у каждого был свой статус. Урус был телохранителем, девушка была. Ну, и так далее. То есть в христианском мире рабство потихонечку уходит. Его не будет. Если бы все были христианами, я уверен, что никакой революции не надо было бы. Просто бы все, господа, отпустили бы христиану свободу. А христиане сказали, слушай, да мне так нравится жить. Я буду тебе помогать. У меня голова не работает. Ты думай, а я буду делать. Как тоже в одном из фильмов Иуда Бенгор там носит одного дедушку здорового. Говорит, я его, говорит, голова, а он мои ноги. Ноги мне перебили, меня пытали, а у него, говорит, язык вырвали. И вот мы сейчас одно целое вместе с ним. Это два человека. Вот так и христиане. Если христианство бы шло естественным путем и все бы побеждало в сердцах людей, то я думаю, что и рабства бы не было вообще никакого. Рабство бы исчезло. Но на тот момент, когда пишет апостол Павел, рабство было. И надо было что-то с этим делать. Так, далее. Ибо хотя словами прямо это не выразил, то есть о том, что надо иметь страх и трепет пред Богом для господ, но желает всего. Служит ведь и господин рабу. Господин служит рабу. Как это так? А вот так. Заботясь о нем и доставляя ему все необходимое, и вообще поддерживая его, и снисходя к нему, и как Соломон говорит, разделяя с ним труд. Господин служит рабу. Тем, что ему помогает. Хороший поворот мысли. Не сказал, оставив бич, но даже строгость сказал оставить, ты должен. А тем более наказание. То есть и в угрозах не бывайте жестокими. Смотри, как устрашает, ибо говорит Господь, какую меру мерите, такую вам будут мерить. Матфея 7, 2. То есть по стойке смирно поставил господ, христиан. И господин подумал, ну а зачем мне вот сейчас перед Богом отвечать за этого раба? Да отпущу-ка я его, а то потом еще больше получу от Господа наказание. Далее толкование. Это я в моем комментарии. Простите. Не услышишь и ты. Злой раб. Весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища своего? Это относится к господам. Если ты плохо себя вел в отношении своих рабов, то ты услышишь вот эти слова. Злой раб. То есть Господь-то свой раб. Мы всегда будешь, ты даже если господин, ты будешь раб Божий. И господа это знали. Не думай, говорит, что если ты будешь жесток своему рабу, то не дашь ответа пред Богом вследствие ничтожности этого лица раба. То есть это ведь свойственно внешним законам, которые знают различия между благородством и рабством, потому что от людей эти законы. Но здесь не так, потому что ты и сам есть раб того же Господа, хотя бы ты и был жесток в отношении к рабу. Ибо изначально Бог не сотворил рабство, но его создало любостяжание, так относительно пленных и оскорбления родителей, как это случилось с Ханааном. Ну вот, Ханаан раб рабов. Почему? Его проклял отец, и вот он стал рабом. В результате чего? В результате именно оскорбления родителей. А изначально Бог не сотворил рабство, поэтому человек хочет быть свободным. Но если и не от Бога оно произошло, однако подчинение Бог узаконяет. Ради чего? Ради благоустройства. И чтобы жизнь не была отягчена кровью. Не будет благоустроения, каждый будет биться. Будет, я хочу первым быть, я хочу быть первым, и будет постоянно непрерывная война. Господь железной пятой всех примирил, все, теперь спокойно сидите. Ты раб, ты не раб. Тебе повезло, тебе не повезло. Но я так толкую. Конечно, мне бы хотелось быть свободным. Так. У кого какие? А ты свободен? Вот в чем, опять же, свободен? Это все условно свободное. Ну как условно? Ты можешь определить? Как условно, четко можешь? Я не раб, я свободен. Но есть обязательства, экономические, семейные, всяких разных обязанностей много. И это, слава Богу, главное, чтобы это все под силу было. Донести свой крест. Ефесянам 6 глава, 10 стих. Наконец, братья мои, братья, теперь уже не рабы, не господа, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Все. Вот такое объединяющее, как говорят сейчас, позитивное окончание этой беседы. Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Толкование. Дом каждого есть как бы войско. Поэтому, уже приведя в порядок все силы, выводит их на войну. Какую войну? Ибо если каждый в отдельности не будет нарушать своего порядка, тогда и военное дело будет в хорошем положении. А так как уже многое, что казалось расстроенным, он привел в порядок, то не страшитесь, говорит, но дерзайте в силе Господа. Ибо у Него не просто сила, но могущество силы. То есть, Он имеет силу неизреченную и все превозмогающее. Как написано, наша брань не против крови и плоти. Укрепляйтесь Господа и могуществом силы Его. А теперь дальше пошла военная тема, духовно-военная тема. 6 глава, 11 стих. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Толкование. В чем состоит всеоружие? Это покажет несколько после. Это покажет нам апостол Павел несколько после, говорит толкователь. Но заметь, почему он не сказал битвы или войны, но козни. Козни есть обольщение или уловление посредством хитрости. Ибо враг не открыто предлагает грех. Например, он не слоняет явно к идулопоклонству, но располагает к этому иным способом, коварствуя, то есть правдоподобным словом и пользуясь хитростью. Павел же указанием, что противник ужасен и изворотлив, ободряет их и побуждает к осторожности. Рассуждение сестры Игнатий Тихонович с оружием Божием. Как сотворил человека свободным. Вот образец. А сколько это продолжалось? Может до обеда, когда стал раб служеный. Я думаю, до обеда даже не дожил, потому что осталось служить. Подкаблучник настоящий. И он бы я как залимонил по уху. Тут сказал, ты что тварь такая? Тебя кто-то поставил. Я без тебя жил и дальше проживу. И все. А что было? А сегодня я ел? Дай ты мне как яблоко. Ну яблоко плотно. Пол бы бы этим и все. И сегодня бы этот пигмей ульяновский-то никогда бы не лез. Его бы любая кухарка управляет поленом огрела его полысенькой. И все. Заглохло. Рабы все перепугались. Гитлеры перебоялись. Ну а были люди, которые не боялись. Были, были. Одни из них это так называемые свидетели Юговы. Бибельфоршеры. С ними ничего не могли сделать. А они даже христианами нельзя назвать. Какие они крепкие. Ну ты сам посуди. Сейчас добиваются Дворкин, Дворкин. А Дворкин сейчас так обрушились в интернете. Я насчитал 16 роликов с разных сторон, с разных стран. Какой он наркоман. Он там все это об нем. Психиатрия или шизопреник. приехал разрушать Россию. А я первый раз только его услышал и увидел и сказал враг. И вот на Рождество он на меня напал. Рождественские чтения международные он меня там разбирает. Ну а я могу еще сказать. Кто видел вот это дуэль называется дуэль музыкантов когда она играет видел вот это. И он ему так сказал а ты сам нарвался козел. Я ему только это мог бы сказать. Козел ты сам напросился. Его сейчас трепет не моей силой. Все что он делает прокуратурой занялась. Все его сведения проверили ни в одном месте ничего не подтвердилось. Его ЦРУ послал видимо масон. Там какой Гайвардский проект разрушения России изнутри. Всех перессорить везде. И вот эти миссионерские отделы это миссионерская работа. Патриархия это дыра преисподним. Они не понимают. Можно кем угодно быть. Можно быть хорошим даже проповедником говорить. А миссионерам нельзя быть хорошим. Это Дух Божий делает. Дух Божий. Человек не может знать что в человеке кроме Духа человеческой или Бог открывает где-то. И вот он рабов сейчас здесь и делает. Рабы патриархии. Рабы Дворкина. Они никуда это система. Он в системе. Ну а как в это время быть свободным? Свободно я избрал подчинение. Кому налог налог. Кому оброк оброк. Я свободно это отдаю. А вы себя рабом не считаете? Рабом Христовым. Да вашим нет. Я например как пытался как говорят я доказал что я не раб. Меня жарили парили в холодилке морозилки держали крутили ничего они со мной сделать не ничего убить Василий Великий говорит если думаете пытать первый удар я почувствую а второй удар замахнет уже по мертвому будете бить такое слабенькое здоровье вот и все значит знать надо как сказать араб ты или свободный подходит ко мне сразу говорят это уже из локалки выпустили уже Натасе а вы кем будете мужиком конечно мужиком это разделяет те которые работяги будут работать а я вор в законе мне нельзя вор в законе в законе в законе дьявола вчера я выступил там один зашел и говорит там такие слова а другой нападает вас вешали на столбах на фонарных черная сотня черная сотня и там у него такой мальтийский как бы крест и все я говорю вы не черная сотня на меня сегодня я говорю чертова сотня к нам один приехал потеряю и мы с ним были за неделю растрясли он забыл где какая сотня он прям христианин я все разложил а тот ему грозит попробовал ты или я приехал бы поговорили к ним приехать их там сидит много людей какая то там кодлу патриарши и они бы поговорили но еще я разговаривал я не с такими разговаривал с начальством в кгб сидят сколько людей прокуроры или еще на меня сказать нападения большие не было когда мы были в турции в турции 12 часов молились мафия русская захватила нас и только один когда смена у них прошла мимо проходит видно умница мимо прошел на молитве я слышу он говорит этих нам не взять этих нам не взять вот и все и они это понимают меня допрашивают 12 кандидатов наук у меня было задействовано кого судили спросите какие у вас эксперты у меня 12 было следователей одного вели и обычно заводят там по какому-то общему делу там один милиционер несколько щелок у меня одного 12 сотрудников краснопогодники не милиция охранники срочная служба они меня одного охраняли ой какой у вас твердый стержень вас не взять это они мне говорят а я сижу и думаю это вы со мной тут разговариваете если бы на свободе тут каждое лишнее слово мне срок увеличивает ну в пределах разумного сказать вы рабы были у них нет у бога да он повелел партия сказала комсомол ответил есть друзья куда куда на солену поехали так и ответили ты не знаешь как сказать признай себя рабом друзьями назвал друзья и рабы когда исполняем он называет друзьями но будучи другом Христа я по-прежнему у него в рабах потому что хозяин бывает любит своего раба любит он сотворил нас мы все время у кого-то где-то как-то зависимые земля зависимая тяготение в утробе матери к пуповине привязан в армию он там к этой к винтовке где-то жена к мужу все связано свободным совершенно нет людей на земле ни одного не было и не будет никак к земному тяготению ты привязан ты уже раб земного тяготения ты никуда не денешься есть охота охота раб желудка своего ты понимаешь ты дальше разве но главное это рабы тления обещают свободу будут сейчас сами рабы тления а рабы тления это означает привязан я тут привязан здесь привязан ты дальше этого судьи заслужать начни и ты увидишь но если ты муж настоящий мужик как говорится жену держишь в руках и дети так ты раб у них не раб я хозяин я голова но христа мы все рабы смело четко и все поперкнулся сатана они начинают оборонять все православные мы не рабы то другое кого не рабы режу курит бреется ты уже раб бритвы у тебя бабенка да смотри украшения какие челку подстригает зачем она подстригает все ну глянь маленько глаза-то раскрою на кого она похожа-то внимание четко и ясно возьмите что я говорю рабы рабы привычки свои да я не знаю как получилось не хочу рука тянется вот я вчера рабом пирожков стал хотя на такие пирожки свекла принесла а я лишь там думаю без ужина к шкафу заглянул такие лежат пирожки хорошие я два пирожка съел а сам себя потом осудил раб исходя из этого можно сказать что тот человек который является рабом не обязательно что он такой мачо здоровый мускулистый громкий голос такой он может быть самый последний подкаблюд лучник раб вот такой человек а может быть человек спокойный невзрачный сестра брат невзрачный просто незаметный но это может быть именно господин над своей привычками раб условием раб экстерьеру вот именно вот допустим гиммлер был ну у витлера он заведовал всеми лагерями он СС образовал должен быть все до одного не меньше рост метр восемьдесят сколько у тебя метр восемьдесят шесть был сейчас метр восемьдесят четыре ну вот вот ты подошел бы в СС в СС ты подошел бы подошел вот обязательно должен быть волосы русы уже не подойдешь волосы русы а глаза голубые и все как один стоят тут все подбор специальный идет мало того что когда я был пионером Гитлер зачесывался по-моему налево 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 да мы пионеры только направо не дай бог если я кого-то увидел или меня увидят налево вот такое тоже было в детстве я помню в этом не меньше а который образовал самый главный СС у него рост метр шестьдесят чем-то было у Гиммлера он меньше всех ростом и в эту систему не подходил чисто кровная аринис нордического ну как знаете 17 мгновений весны там пишет характер нордический люто ненавидит непримирим с врагами рейха так сегодня непримирим с врагами патриархии это то же самое то же самое рабство это система а вы как я вообще этого не знаю я смотрю я один раб рабство по святой библии она сказала я принял себе а что говорит патриарх Андрей Курайф увидел Игнатию говорит по боку это все что там говорите ваши соборы написано библия и все кто бы он ни был патриарх не патриарх он ответственный он это увидел вот оно рабство рабство любви я не то что думаю как-то я думать не думаю вот до чего я сейчас так считаю сейчас 53 года назад и что я первый раз прочитал библию мое сердце стукну и сказал это то что ты искал я следующее считаю это то о чем я мечтал слово нехорошее мечтал я думал да где-то найти я нашел то есть на каждый стих мое сердце в такт в этой контате забилось вот это то самое что я искал то есть она поработила меня я склонился и сказал все раб твой говори господи слушает раба твоя богородица слушает раб твой великое счастье быть рабом у царя который подкладывает лучшую пищу который ласкает тебя дает самое необходимое в нужное время родился чтобы в нужное время если бы раньше родился у меня каюка давно был бы а я живу вот это рабство оно открывает путь к свободе разумения всего что со мной делается в боге в боге вот человек больной он парализован вот Сергей Козлок у нас он раб привязан к койке без мамы с вами Татьяна Ильинична он шагу не шагнет у него там что есть но он свободен я говорю сейчас бы ну сказали какой ты был раньше не верующий но здоровый чтобы был ты рядом с чемоданом доллара бы даже не победил с презрением пнул бы его я не хочу вставать я это не первый человек я знаю эти люди свободные они вкусили что быть значит свободным во Христе и он это буквально он не просто наигранно его видно что он такой и лежит герой веры он победил от отяготения я вчера ему пишу Сергей у меня такое желание прям на каталке тебя он в каталке там лежит ничего не шевелится на Алтай бы привез тебя сюда чтобы с нами побыл он считает тебя членом нашей общины даже он все видит вот Виктор Андреевич у него был а он говорит будем молиться может сам приду стерина 14 лет отлежал парализованный полностью еще сам придет вот вера герой купили 38 лет лежал 38 лет лежал даже так что еще есть время да и встанет и придет возможно да Бог так может сделать помоги ему Господи молитесь не забывайте о его маме Татьяне тоже Михаил Кальмаев заболел тоже просил молиться помоги Господи сейчас у нас самое серьезное кто есть болеет это вот Новикова Татьяна Татьяна да Новикова Татьяна она болеет не просто болеет а смертельно болеет если я понял так да ты ловил комара хотел комара комара а то я отвернулся тебе и ты возле моей бороды добился назад люди посмотрят сказали вот смотри одного не зазомбировал хотел за бороду взять но грамму заколдовал сразу руку назад и под стол а вот он комар это я убил он живой живой коллега он испарализован что устроили балаган так ну читаем далее тема свободы и рабства пока у нас отходит сколько не толкуешься рабы свободен ли раб все относительно если плотское то это страшное состояние война говорит страшно но страшнее войны плен святые говорят самая страшная сказать смерть это от голода вот шесть с половиной миллионов русских взяли в плен половина от голода умерли в первый месяц говорит половина ну интересно а у немцев совсем мало пленных мало но под конце войны столько их набрали привезли шесть с половиной миллионов говорит тоже вот так и тоже столько же замолили их а потом отправили домой вот я только недавно узнал я каждый день несколько роликов смотрю про Гитлера и вот сейчас наконец нашел секретаря она все рассказывает и все сошлось я не зря о нем думаю мне хотелось проникнуть в его мысли как он понимал когда все рушится на такой высоте был и она говорит он впал как в прострацию как он сидел отсутствующий такой правда мы не знали что делать дальше под защитой были тут уже снаряды рвут уже все уже берли берут ну что дальше это делать теперь сами себя уничтожать помните у Гебберса министр пропаганды она шестерых детей отравила потом себя и мужа в мужа стрелил дальше то что но дальше никто не говорит дальше это ад самоубийцы пошли этот успел Геринг раздавить тоже ампулу за два часа до казни боядец казни один все прикидывался что больной психиатрии тоже повесили один молился молился там они было тоже повесили так повесили это немного там ну 20 а в Освенцами когда судили там 200 повесили и так дальше по лагерям то сколько было это те главная верхушка которая судима были шип там все эти кто они там не знаю а как вы думаете вот Гитлер отравлен или нет был отравился и сожгли я в это не верю я внутренне внутренне грешный человек но думаю что нет ему предлагал атаман это прилетела женщина такая боевая летчица и она его звала с собой он не полетел его вывезли вывезли где-то они там в Парагвай или где он там умер в 1972 году у него кажется сын или дочь у Гитлера были чего ради-то остальные все бежали еще 100 километров 20 какого там 22-го еще апреля уже все он понял руки опустил как стоят генералы он когда повернулся к нему говорит господа война проиграна любого повесили бы за это война проиграна я внутренне хотел проникнуть во внутренний его мир потому что Сталин никто этого не испытывал вот такого взлета такая энергия как он говорил как владел массами это невозможно ему равных оратора за 2000 лет не было не считая Христа и вдруг все рухнуло и последний день что он думал как народ вот кама грядешь он только руками сплеснул сейчас только и все-все против меня и закрыто что ну умри как человек она ему дает киржал так и это раб он всегда был раб чужого мнения как он боялся после Сталинграда секретарь Бертон не любил когда говорили о Сталинграде он боялся не любил искусственные цветы красного цвета не любил секретарь девушка которая с ним была в 2002 так умерла сколько она поведала и ее что она рассказывала полностью сошлось что я искал я вот это удивляюсь откуда бы я знал ну я я знал что такой личности не было не было такой гениальнейший так любить народ и так все сделать но при одном условии что нет Бога а если Бог есть это был дьявол в человеческом обличье восхождение дьявола отродья сатаны сколько ему сатана дал мудрость а вот антихриста будет именно такой это претеча антихриста но он же общался с этими силами а Сталин то Ленин они на фронте дня не были а этот герой первой мировой войны был и здесь он везде ставка у него в одном месте в Австрии в Белоруссии куда он все рядом что был а Сталин из Кремля боялся вылезти там их сравнить не с чем Сталин пришел путем переворота а этот голосовали демократическим путем пришел только он набрал сначала 13 голосов больше наконец на втором месте наконец все именно народ его любил и теперь меня не это интересовало что он думал когда все рушилось он Богу не доверял вот такие амбиции у него были и только на него вот Бог и посрамил его думал покончить с христианством полностью новая религия будет арийская там я вчера два раза прослушал его батюшке дал послушать страшное дело ни одного пункта она не могла назвать с которым я бы не согласился и которая хотя бы краешком ума своего не захватил именно вот так он как сидел отсутствующий куда смотрел шутки говорит у нас были были это уже последние дни шутки как как-то что-то смотрите повыше голов конечно если головы еще есть черные такие говорит у нас юмор был уже как они устроили эту ночь когда он решил ее сделать уже женой вызвали там регистратор повенчался и она все ее все знали фреляем это как бы молодая женщина а тут она вышла и говорит зовите меня фрау Гитлер чтобы законно было еще бы она фрау Гитлер для чего она венчалась для чего это нужно было он жив лицо в лицо пошив в пошив подогнанные люди а если Гитлер жив и то что было будет одно стихотворение читал это так и есть пошли дальше мы не рабы 12 стих потому что наша брань не против крови и плоти но против начальств против властей против мира правителей тьмы века сего против духа злобы поднебесных полкования и это не для возбуждения страха говорит не для того чтобы сделать внимательными ибо тот кто указывает на силу врага делает тем самым своих более осторожными у нас дело говорит не с обыкновенным врагом и не с людьми подобными и равносильными нам как бог начало и власти имеет так и надменный тиран устроил у себя подобные же порядки против мироправителей не в смысле обладателей мира или твари потому что писание миром обыкновенно называют лукавые деяния и тех кто совершает оные как и выражение вы не от мира Иоанна 15 19 то есть не из числа творящих злое теми же обладают демоны потому что они добровольно отдали себя в рабство им тьмой называют непотребство которое является и существует в 7 веке но далее его не простирается против духов злобы так называют демонов а так как и ангелы суть духи то он прибавил злобы потому что те духи добра и света а эти духи злобы говоря же что мы воюем не с плотью и кровью он через противопоставление дает знать что воюем с подвижными непобедимыми в коварстве и трудно уловимыми поднебесных через это опять побуждает к бодрости слушателя опасность говорит в великом деле ибо дело идет не о земном и тленном а о небесном предлог в употреблен вместо за или и ради как бы говорит ради небесного воюем и потому нужно быть бдительным ну тут далее можно прочитать потому что 5 немножко причем все 6 13 глава как раз в контексте идет для сего приимите всего все оружие божие дабы вы могли противостать в день злой и все преодолев устоять толкование то есть в настоящем веке потому что его называет злым днем от злых дел совершающихся в нем ободряет также и указанием на то что время борьбы кратко ибо называя днем указывает на его краткость всякие страсти и постыдные пожелания преодолев то есть победив и умертвив а так как многие после победы пали то говорит устоять надо и после победы нужна твердость чтобы побежденный опять не встал войной ибо если мы предадимся беспечности умертвенный враг непременно снова оживет заметь что возможно преодолеть и стоять твердо и мы не должны потом малодушевствовать под предлогом что враги могущественны ибо нам дана такая сила и мы научены такому искусству что и с демонами можем бороться и даже больше не только бороться а быть настолько страшными для демонов по силе обитающего в нас чтобы не нуждаться в борьбе а просто подпирать змеи скорпионов сие же говорит Павел потому что многочисленны были у них противники научая что при посредстве сих воюет с нами воюет с нами демоны посредством противников воюет с нами демоны поэтому не на людей гневайтесь а вооружайтесь против демонов понятно да далее о всеоружии Божьем можно вспомнить слова апостола Павла где он говорит перечисляет ну вот это как раз здесь будет мы будем дальше читать подробно на это можно будет остановиться мы сейчас в общем говорим о том что враг христианина это не человек а дух который в рабство порабощает человека и демон через человека бывает на тебя воздействует и ты должен видеть не человека гневающегося на тебя хотя и он виноват тоже этот человек но дьявола который тебя искушает ну бывает такая ситуация вот как апостол Павел был гонителем христиан очень жестоко гнал семьи разбивал но в конечном итоге когда покаялся он стал главным друг христиан и мало того что друг он больше один из тех кто больше всех пострадал потому что его и постоянно то палками побьют то камнями то он не утонет но то что он тонул во глубине морской то он сам описывает по своим словам деяниях мы не встречаем а но это когда они на корабле были ну читаем далее 14 стих и так станьте припаяться в чресло ваше истинное и облегшись в броню праведности станьте припаяться в чресло ваше истинное и облегшись в броню праведности толкование в деле войны первое уметь хорошо стоять поэтому Павел прежде всего советует относительно стояния требуя чтобы оно было правильное приличное воинам прямое ибо надлежащим образом стоящий стоит прямо не наклоняясь к чему-либо так и тот кто не стоит не есть прямой например человек любострастный сребролюбивый и живущий роскошно не стоит прямо а наклоняется к чему-нибудь после же стояния припоясывает воина то есть ты встань далее что надо припоясывает припоясывает воина конечно в духовном смысле и того которое расплывает стоит прямо в истине стоит он в истине а дальше и припоясывается истинное после так после же стояния припоясывает воина конечно в духовном смысле и того которое расплывается и находится в расслаблении от пожеланий скрепляет стягивая посредством пояса по животику так его стягивает хорошенько чреслами же называет душевное мужество и все выносящую силу чресла а где чресло у человека а перси перси это грудь да христос припоясывается здесь а у нас то чтобы штаны держать то есть христос по перси да перси это два соса два петхи новый завет а у нас на чреслах у нас на животе то мы а ты знаешь когда пошел или азер невесту то искать он говорит положи руку под стегну и поклянись ты знаешь что такое ну я знаю что это такое поклянись руку положи под стегну а еще стяженая купайка вот но это потом в интернете посмотрите чреслами же называют душевное мужество и все выносящую силу как дно у кораблей так и чресла у животных составляют как бы некоторые основания потому и мы от утомления часто отдыхаем положив руки на чресла таково же положение и духовных чресл которые апостол повелевает припоясывать истиной заключающейся как в жизни так и в жизни ибо никто из иритиков не припоясывается истиной но они вращаются внизу около земли не имея возможности постигнуть ничего возвышенного но человеческими помыслами вращающимися долу исследуют божественное так так предложение простите не уразумел объясните что я прочитал ибо никто из иритиков не припоясывается истиной но они вращаются внизу около земли не имея возможности постигнуть ничего возвышенного но человеческими помыслами вращающимися долу следует божественное он пытается человеческими помыслами и следует земными и следует божественное так вы да конечно а то только вот божественное узло взгляда да понял все понял благодарю кроме того будучи не тверды и в жизни и подчиняясь обольщениям мира они не только не припоясываются истиной но упав низко даже жаждут лжи но мы не таковы должны быть а во всем следовать истине будет ли это учение должны в нем искать истину будет ли жизнь точно так же мы должны быть нелицемерными чуждыми коварства не допускать лжи друг к другу если мы таким образом будем припоясаны то будем в состоянии стремиться к цели припоясанием же этим он дает знать что нам всегда должно быть вооруженными как и Давид говорит как пояс которым всегда опоясывается псалом 108 19 ну отмечается что пояс которым всегда опоясывается это один из любимых аргументов Игнатихноча когда он говорит о поясе всех пояс одевает ну пояс значит кто ты распоясанный ну это по уставу пояс и в церкви пояс по уставу я ни одного священника не видел и вот все у нас припоясанные как пояс как пояс которым всегда опоясывается ибо в непрестанной войне мы находимся Григорий же богослов под череслами у нас разумеет желательную способность ибо в череслах внутренности которые в писании символ пожеланий а под истиной способность созерцательностью созерцательную то есть две способности способность давайте еще раз какие две способности под череслами у нас разумеет желательную способность мы это поняли а под истиной способность созерцательную поэтому утверждает что Павел здесь увещевает всякое желание наше припоясать созерцанием и размышлением о Боге ибо созерцающий Бога и находящийся находящий радость в нем как поистине возлюбленном не допустит чтобы его желание обратилось на что-нибудь низкое и вращалось около земных предметов правда здесь называют вообще добродетельную жизнь как бы говоря облачив свою грудь праведными делами ибо как броня делает человека неуязвимым так и правда того кто облекается в нее еще раз прочитаю стих 14 чтобы мы толкование как-то воссоединили с тем что мы ранее прочитали итак станьте припояса в чресло ваше истинную и облегшись броню праведности вот броня праведности здесь уже идет о груди почему толкователь будет грудь на грудь это броня а на чресло пояс бронежилет так называемый сейчас вышел фильм недавно вышел Орда называется посмотрите Орда как в Орду митрополит Алексей поехал в Тайдулу изучить зрение он давно вышел уже очень давниш я о нем уже говорил может быть это без вас когда вы были потеряете мы об этом говорили в фильме я посмотрел столько там накручера выдумки никому не советую даже время тратить вы же сейчас сказали посмотрите по-моему нет нет я говорю посмотреть глянуть можно но не смотреть а частями ни одного места нет ни жития ни по писанию ничего нет то что смотрят на сегодняшних людей они думают тогда они были такие же такие же жестокие мусульмане ну и дальше все такое друг друга уничтожают ничего нет он вылечить не может они его разделят вытолкнули и там он работает он ничего не может сделать а потом все-таки исцелилась она ему говорят ты исцелился тебе свобода дана теперь из рабства нет я еще не делал как не делал старик ты же сделал это нет не делал то есть она сразу не исцелила а потом ну при Ване Грозном описано для старобрядцев этот фильм только для старобрядцев может быть а так там пустое все вот ты сейчас прочитал про пояс а почему против пояса так восстают вот у нас допустим брони никакой нету ну какая броня просто пояс внешний пояс мы показываем везде рисуют с поясом сидят крестьяне обедают лев толстой стоит рука вот так за пояс заткнута ну выступает хор казацкий там шарошки все с поясами почему так против пояса восстают тут у нас деревня вот у Жени и Щука кто бы ни приехал все без пояса все напротив жил Миша Никитин друзья все без пояса ну устав говорит в храм он не зайдет без пояса у нас там устав чтобы в деревне быть с поясом нет пояса если обыкновенная веревочка почему она так тревожит как-то качает в город он распоясался все и тогда уже свободны а почему ангел так не делает Петр в вузах находится 16 охранников у него он говорит встань припояжься ну так до пояса беги скорее пока двери открыты то нет бери пояс подпояжься теперь и тогда выходи он без пояса даже выводить его не стал бы тут можно маленько остановить это и посмотреть дальше ангелы с поясом Христос с поясом Иоанн Хреститель с поясом апостолы с поясом языки или иеремия с поясом никого нигде нету без пояса Христос говорит в пояса ваши там ну и дальше апостолы все с поясами категорически против я отсюда понял здесь что-то скокрыто намного больше чем мы думаем а почему лгунишки припояжься пояс все время напоминает что ты в истине а у нас не лгать первый пункт потерявку кто поселяется мы сами того не зная поставили это не лгать а не лгать припояжься истинною и которые не хотели они лгут на каждом шагу везде лгут десятину не платят а лжо что платят на одной десятине сколько людей сгорело десятина нет это торговля обязательно вот насчет жить то надо десятина нету платные таинства будут понимаешь десятина указания боже все остальное от лукавого от разбойников вертеп разбойников ну даже не пояснять не надо бог и разбойники платят десятину дом мой не платят вертеп разбойников ну ты вот там где бываешь что-нибудь не скажешь ни слова им чтобы не выгнали а где я бываю то я не бываю ну где создаешь ты когда ты бываешь беседуете сказать почему торговля то в храмах то везде когда она запрещена богом христос пальцем никого не тронул только торгашей плеть упорол сплел бишь стоял и плел а они не понимают для чего для вас ничего не понятно это дальше дом мой дом молитвенно решется значит его дом не дом торговли торговлю он скажет а вы сделали его то есть через что через торговлю через соплина ну вот это можно даже не толковать ничего явно видно что это разбойники сидят что исчезла надежда дохода вот сегодня говорили они она не может теперь что-то разгадывать исчезла надежда дохода я поэтому когда что-то говорю против торговли они против меня воюют исчезла надежда дохода у них а кто будет платить десятину вот то то и дело что без общины десятину никто не будет платить зачем он будет платить тебе куплю продажу то все понятно я пришел дал взял отстанет меня поп я не обязан могу не ходить я купил а здесь-то не так я отдал ты понял что ты перед богом что десятая часть тебе изначально не принадлежит бог бы сказал дай мне твою десятину. Он говорит, вы обкрадываете меня, не отдаете мою десятину. Она не наша. Вот в чем суть-то еще. Вам надо десятину. Этот вопрос даже не ставится. Священнику отдают, он должен десятину отдать десятину. Писание говорит, десятину, десятину. И что, патриарх не считал никогда это? Она нам не принадлежит. Вы меня обкрадываете. А как обкрадываю? Меня, значит, я что-то должен Божие взять. А что, десятина? Ну что, вообще, что толковать-то? Не отдаешь десятину, ты обкрадываешь Бога. А где еще Бога можно обкрадывать? Нигде, только в десятине. И называется это святотатство. Страшный грех. Что, наверное, все, Игорь? Нет? Так, у нас когда началось? Еще семь минут. Подходи, Игорь. Еще семь минут. Горь наоденем до конца. Так, я попрошу сейчас остаться. Помоги, Игорь, сейчас пойдем в ящики, занести себя на этот стол, я положу расчет. Двоим. А Марьясов, когда ко мне приедет, я ему отдам. Сережа, сейчас получишь отсюда. Ящик вы принесем, проверим, что в нем. Добавлю книги и заберете. Каждому за то, что ездили, даем по 750 евро. А они меньше месяца были там. в пути. Но слово дороже золота. Пообещали. 15 стих, 6 глава и послания. 15, да? 15 стих. Нет, сейчас мы прочитаем его. Мы еще читаем его. У нас есть время. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. Толкование. Хорошо предлагает нам, хорошо предлагает нам и латы. Этим он говорит или то, что должны быть готовыми к благовествованию и проповеди. Ибо прекрасно, говорит, ноги, возвещающего мир. Исайя 53, 7. Или что должно нам быть готовым к исходу, живя по Евангелию. Ибо ноги символ жизни. Посему и говорит, поступайте осторожно, и вся на 5, 15. Готовность же благовествовать добрые дела, которыми Господь внемлет, «Господи, ты слышишь желания смиренных?» Псалом 9, 38. Хорошо так же сказал мир. Так как он упоминал о войне и битве, то показывает, что войну эту нужно вести против демонов, а не против людей. Ибо о мире благовестие. И что, сражаясь с демонами, мы пребываем в мире с Богом, которого не должно снова возбуждать к войне против себя, нарушая мир. Но благая весть уже есть, победа совершенно, посему не будем страшиться. Благая весть уже есть. Готовность благовествовать мир, проповедь. О проповеди много было сказано, читаем дальше. 6 глава, 16 стих. «А пачи всего, возьмите щит веры, которым возможите угасить все раскаленные стрелы лукавого толкования. Словами же пачи всего, более всего, указывает на упомянутую выше истину и правду и упование Евангелия. Ибо все это нуждается в вере. Но вера называет здесь не познание истинного богопочтения, а веру, чуждую сомнение, которая заставляет верить в будущее, как настоящее, которая совершает знамение настолько пламенно и горяча, что и горы переставляет. Итак, как щит прикрывает все тело, ограждая и защищая его подобно стене, так и вера, без сомнений, ограда всей души. Так, вера, а не мудрование есть щит. Щит прикрывает, а те только мешают раскаленные стрелы лукавого угасить. То есть, постыдные пожелания, помыслы, неверия, как, например, а будет ли восприсение, а будет ли суд, ну и так далее. И искушение, все это стрелы лукавого, то есть мысли, информация какая-то. Толковать. Далее, раскаленные стрелы. Раскаленные же не только потому, что похоти разжигает, воспламеняет к постыдным делам, но и потому, что здесь мы совестью как бы сжигаемся. К тому же и дьявол поджигает нас и через помыслы неверия и через искушение. Вера же угошает это, потому что если демонов она покоряет, то тем более страсти. Ибо разжигает, ибо разжигает ли тебя похоть, ты веруя в будущее и благо и радость погасишь ее. Полит ли тебя искушение, веруя в будущее, ты найдешь утешение. По размысли, каким огнем полим был Авраам, когда приносил жертву своего сына, но вера погасила этот пламень. Далее, 17 стих. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Толкование. То есть, спасающий и оберегающий шлем спасения возьмите. Ибо если мы будем иметь веру, спасающую и охраняющую нас, то скоро получим и спасительные помыслы, охраняющие нашу главу или руководительный ум. В вышесказанном Павел нас вооружил, чтобы не причиняли нам вреда враги. А теперь дает оружие, которого мы сами можем причинять сильный вред врагам. А какой это меч духовный? Итак, мечом духа называют иносказательно или самого духа, или духовную жизнь, которой сокрушается глава дракона. Духовно же сей меч есть Слово Божие, то есть заповедь. Заповедь, священное писание, Библия. Ибо если мы будем исполнять его заповеди, то будем умерщвлять змею лукавого, как говорит Исайя, Исайя 27.1. Или же Слово Божие есть выражение. Во имя Иисуса Христа встань и ходи, деяние 3.6. Это тоже меч духовный, вот эта фраза. И тому подобные выражения. Или же меч, чем духа называет просто мудрость духовную, толкование, вместо писания. Ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча. Еврея 4.12. И имеющий дар сего духовного меча и глаголющий божественное неодолим, каков был и сам Павел. То есть меч духовный несколько пониманий, но все это об одном. Это или дух, или вот цитата, или духовное разумение. И тут комментарий Игнатихныч дает у нас, мы его прочитаем сейчас, комментарий на фразу Феофилата Болгарского. Имеющий дар сего духовного меча и глаголющий божественное неодолим. Комментарий Игнатихныча. Кто из живущих на земле не слышал о такой стране, как Россия? И кто не слышал того, что ее называли Святой Русью? Когда был у нее православный царь? Почему же Бог попустил, чтобы исчезло и то, и другое? Почему меч Господень пожрал все это? Почему меч смутьянов бутовщиков оказался сильнее Святой Руси и православного царя? Читающие Ветхий Завет знают, что когда цари и народ уклонялись от служения Иегове, закрывали уши свои ослышания слов Господних, Бог посылал вестников своих и пророков и предупреждал о грядущем гневе. Если они не покаются, не возвратятся к Господу Саваофу. История крушения Российской империи, когда Бог вымел дочисто весь дом Романовых, как дом царей израильских, приводит к тем размышлениям, что Русь не была святой, а царский дом только носил название православного. Последний царь из дома Романовых Николай Второй говорил, что он солдат до гробовой доски. Почему никто из имевших общения с царями не говорил, что есть иной меч, данный самим Богом, и неодолимым, и это меч Слово Божие, цитата, ибо Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча, Евреям 4,12 и Филат Болгарский говорит, имеющий дар сего духовного меча и глаголющий божественное неодолим, конец цитаты. Каков был сам Павел? Скоро исполнится сто лет, как Бог совершил казнь над Россией и над царствующим домом, и ни разу нигде, ни здесь, ни за границей исследователи этой катастрофы не указали истинную причину этого катаклизма. Указывают на жидомасонов, говорят, что за отступление от Бога, но не говорят, в чем оно выражалось особенно, а причина в том, что народ не был привязан к Слову Божию, не знал его и не проповедовал о Христе, к этому его никто не призывал, кроме сектантов, которых царское правительство и сенот жестоко преследовали. И сегодня, как перед революцией, похожая обстановка, уроки из прежнего излечены не были. Евангелие не на первом месте и даже вовсе ни на каком. «Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча». Еврея 14-12 и Теофилак болгарский говорит «Имеющий дар всего духовного меча и глаголющий божественное неодолим, каков был и сам Павел». Поэтому нас ждет наказание еще более ужасное, чем 1917 год как богатступников и идолопоклонников в Израиле. Замещание. Все, конечно, все. С излишком даже. С 18-го стиха следующий. Я там помещу, 18-го. Ну, ты что, чтобы не искать? Сейчас, надо бумажки поставить. И каждый раз одно и то же. И благодаря все равно. Спасибо. Поле молитва. «Бегом». Игорь, вот я, дедушка. Иди к дедушке. Так, надо помолиться, чтобы этой девочке дал Господь таланты. А матери внимание. Она берет листик, весь черкает, потом переворачивает, она потом уже забыла. Он ей не стоит ни копейки. Опять следующий листик, я наблюдал, опять черкает, просто черкает. Ты ей дай определенные буквы какие-то, посмотри. «Сует она». Ты, оказывается, еще и говоришь. Понимаешь, вот она где, она непрерывно, вот она где черкает. Ну что она здесь? Кошка. Да нет, может по-другому. Она не глядит, нарисована, на что похоже. Ни на что. Ты можешь рукой ее водить, дать на переводке, перевести как-то, правильно раскрасить. Такое не это, ни один учитель этого не примет. Она просто вот так вот черкает и черкает. Не надо. Вот даже талант у нее есть, если какой-то, его уже загубили. У нее рука сама вот так машет. А ты скажи, вот положи перед ней рисик, вот так вот, и давай вот эти буквы, объявления. Пусть она перепишет их. Другое что-то. Ну такое, домик там нарисовать где-то. Либо она сидит, машет и машет. Каким цветом, она не знает ничего этого. Никто ей не говорит. Ей интересно. Она не щадит ни бумагу, ни карандаши, ни свое время, ни никого. Беда-то вот в чем еще. Поняла? Да. Она нарисовала просто. Ну ладно, я не сказал. Карандашами цветные. Так не рисует, но он видел рядом сидит. Она просто щеркает и щеркает сидит. У нас нет, кому-то украли. Она могла бы что-то перемешать. Книжку покажи, как она изображается. Книгу нарисовать. Что такое пространство, фигуры. Посмотри, маленькие ребятишки. Фрося какая маленькая была, какие рисунки. Нестор какие. А почему? Потому что отец умеет рисовать. И он им показал, как. Так они нарисуют, аж похоже немного. Сергей говорит, ты поняла? Учиться надо хорошо. Зря не щеркай. Меня тут не будет. Я когда приеду, чтобы ты меня нарисовала правильно. А то я сам себя не узнаю. Давай. Молитесь. Господи, Иисус Естественен Божий, помилуй нас. Благодарим Тебя, Господь, за разумение слов Твоих. Благодарим Тебя, Господи, за то наследие, которое оставили отцы наши духовные в толковании божественных слове Твоих, Господи. Благодарим Тебя, Господи, за размышления и Дух Святой, который Ты посылаешь нам в рассуждение слов Твоих. Помоги нам, Господи, и впредь заниматься словами Твоими. Донеси, Господи, до тех, кто не знает этих слов, не знает истины, Господи. Даруй воплотить в жизни наши, чтобы осталась в сердце, то, что мы прочитали здесь. Помоги, Господи, отъезжающим, благослови, Господи, этот день. Сохрани нас всякого зла и греха. Тебе слава, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Прими нашу молитву воздеяния рук, как жертву вечернего благолухания, приятной перед престолом благодати Твоей. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех, молящихся нас во благо нам. Помоги нам по лагерю детскому, пошли все необходимое. Добрых детей, добрых жителей в селении нашем. И расширь пределы общин наших. И услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Сохрани правителей от подкушения, на них двумудрые издавались законы. И всем даруй духовное рождение. Тебе слава за все, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушайте, слышит, рад Твою. Аминь. А Полине не помолились? А Полине там они помолились? А? А Полине вы говорите помолиться, чтобы Бог не дал таланты? Ну, можно помолиться, я думал, я по Полине даже не думал, что здесь молиться будем. Я ей просто сказал помолиться. Дома помолились, чтобы. Помоги. Мы можем помолиться. Давайте. Господи, благослови Полину. Как правильно ее? Полинария. Полинария. Даруй добрый разум, раскрой ее таланты, дабы она имя могла послужить, прославить Твое святое имя. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я не священник, не могу благословлять. Подойдите к Батюшке. Сзади, где женщина раздевает, и там ящики картонные. Тащи сюда. Вот это все убери. Вы забыли их на тихом сегодня. Пошли, забыли, сделай их. Да, да, я хотел подаренки вас просить. Тащите твои ящики. Закройте какая-то. А, потащите маленько сейчас. Я просто, может, снимок сделал.